Это очень страшно. Ну ты не знаешь, ты сидишь, не видя обстановки, спрятанный, не знаешь, когда, что произойдет. На буксире была еда, ну снабжение, вот. И в принципе как, ее не сильно много было. Дело в том, что в порту стояли еще иностранные суда. И когда в одно судно попал снаряд, оно сгорело, в торговое судно. Экипажи начали эвакуировать, вывозить. И на одном сирийском судне, там, экипаж, когда уезжал, предложил нам, чтобы мы пополнили запасы, у них была провизия. Это и жили на этом. Порт же закрыли, заминировали. Море закрыто, и под Мариуполем курсировали военные корабли российские. Поэтому, вы же сами понимаете, мы даже по порту не могли двигаться. Просто с причала на причал. Дом сгорел, две стены осталось, и все. Три подъезда сгорело. Ой, не три, четыре. Так сейчас, после того кошмара, что было, трудно что-то сказать. Продолжение следует... Продолжение следует...